Баритон, популярный исполнитель, один из четырёх солистов группы Ильдива, Карлос Марин. Карлос, ваш коллектив Ильдива существует уже не первый год, вы добились потрясающих успехов, а что для вас означает работать в команде? Это круто. Естественно, 10 лет назад, когда мы начинали, мы даже не могли подумать, что сможем столько всего добиться и продать 9 миллионов альбомов. Лично для меня всё это было словно кино. Мы работали с таким количеством талантливых людей, Селин Дион, Барбара Стрейзен, Тони Брэкстон. Помню, когда мы выступали на Мэдисон Сквер Гарден с Барбарой Стрейзен во время антракта в нашу гримерку, кто-то постучал, когда мы открыли, оказалось, что это была Хиллари Клинтон. Она большая фанатка Ильдива, и хотела сфотографироваться с нами. И вот мы все вышли из гримерки, чтобы сфотографироваться, как вдруг появляется Билл Клинтон. Он нам говорит, о, вы такие классные, я тоже хочу сфотографироваться. Давайте устроим совместный тур, вы будете петь, я играть на саксофоне. Но он же превосходный саксофонист, если вы забыли. Тогда об этом даже в газетах писали. Билл Клинтон хочет отправиться в турне с Ильдива как саксофонист. В общем, да, мы со столькими людьми познакомились с Джорджем Бушем. Нам довелось сидеть за одним столом с Робертом де Ниро, Аль Пачино, Томом Хэнксом, Беном Стиллером. То есть у вас получается такая работа, о которой можно только мечтать? Да, пожалуй, можно и так сказать. Конечно, у нее есть свои минусы. Например, когда нужно лететь сначала в Японию, потом в Китай, потом обратно в Америку, потом еще и в Европу, режим сбивается начисто. Но, тем не менее, у меня фантастическая работа, ведь, несмотря на все это, поддержка наших фанатов. Лучшее вознаграждение, какое я только могу себе представить. На сцене мы выкладываемся на 150%, но и в ответ мы слышим аплодисменты. А это лучшая награда, которую может получить музыкант. К слову о наградах. Вы же попали в Книгу рекордов Гиннесса, я правильно понимаю? Да, да, это действительно так. Как я уже говорил, в последние 10 лет моя жизнь словно мечта. И тот факт, что мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, лишь делает ее еще более удивительной. Как я уже говорил, это были потрясающие 10 лет. Но мы не собираемся останавливаться. У нас огромное количество новых идей. Так что надеюсь, что у нас получится продержаться на плаву еще лет 10. Все зависит от фанатов. Будут ли они поддерживать нас и дальше. Мы постоянно придумываем что-то новое, работаем над новой музыкой. У нас недавно вышел новый альбом «A Musical.Fair», посвященный мюзиклам. Мы как раз и будем исполнять песни с него на концерте в Екатеринбурге. Будем ждать. Кстати, а что вы сделали с призом за попадание в Книгу рекордов Гиннесса? Ну, знаете, если честно, я вообще узнал о том, что мы попали в Книгу рекордов Гиннесса только несколько дней спустя. Так что для меня это стало настоящим сюрпризом. Я даже уже и не помню, за что конкретно мы попали туда. Вроде как за самый продаваемый альбом. Или за самое успешное шоу. По-моему, вы получили приз как самая многонациональная группа, поднявшаяся на первое место в альбомных чартах Британии в 2006-м. Да, точно. А вы не планируете побить этот рекорд или установить новый? Ну, в последнее время во всей музыкальной индустрии имеет место некоторый спад продаж альбомов. Да, конечно, когда мы отправляемся в турне, продажи взлетают, но все-таки они уже не те, что были раньше. Кстати, наш следующий альбом мы планируем посвятить музыке в стиле латино. Да, мы все еще не определились со стилистикой. Мы думаем, какие песни включить в следующий альбом. Но все-таки, скорее всего, это будет альбом в стиле латино. Понимаете, мы пытаемся сделать что-то новое на каждом нашем альбоме, что-то, чего мы еще не делали. Получается, что следующий диск будет в стиле латино, а после него мы можем выпустить альбом песен из фильмов. Все может быть. Сегодня на радиусе с нами участник проекта «Иль Дива», один из четырех солистов этого коллектива, Карлос Марин. Карлос, а какая песня из вашего репертуара самая любимая? Я бы сказал, что это «Май Уэй». Просто я большой фанат Фрэнка Синатры. Я вообще люблю старую музыку. Ну, знаете, Фрэнк Синатра, Том Джонс, Сэмми Дэвис, например. А эта песня, вообще-то, это была самая-самая первая песня, которую мы спели вместе. Это было много лет назад в офисе у Саймона Коуэлла. Он тогда спросил нас, окей, какую песню вы собираетесь исполнить? Мы переглянулись и ответили, конечно же, «Май Уэй». Так что, да, получается, что это была наша первая песня, поэтому я ее так и люблю. Ну и, конечно, нам всем нравится исполнять ее. А чем вы руководствуетесь, когда выбираете, какие песни исполнять на концерте? Тут все довольно сложно. На самом деле, например, когда мы готовили наше свежее шоу «Мьюзикл Эфея», мы очень долго выбирали, что перепеть. Ведь для мюзиклов написали столько красивейших песен. Мы хотели совместить в этом шоу как классические хиты, так и номера из современных мюзиклов. Однако мне кажется, что у нас получилось выбрать лучшие из лучших. В мюзиклах ведь пишут песни для одного солиста, а нас четверо. Так что переделать песню так, чтобы не нарушить гармонию, чтобы она не стала менее прекрасной, довольно серьезный вызов. Мы справились с этим, ведь мы знакомы уже 10 лет. Мы отлично знаем голоса друг друга. Поэтому, когда мы в студии, нам довольно просто найти гармонию. Хорошо, а чего конкретно нам ожидать на концерте в Екатеринбурге? Как я уже говорил, потрясающего шоу. Будут видеоинсталляции, будет много общения с публикой, очень много общения с публикой. Этим шоу мы пытаемся рассказать каждой свою историю, поведать о наших взаимоотношениях с мюзиклами. Так что, да, мы будем рассказывать свои личные истории. Мы хотим, чтобы публика лучше узнала нас, поняла, что мы за люди. В этом шоу гораздо больше общения с публикой, чем обычно. Мы уже выступали с мюзиклами в США, Японии, Китае и многих других странах. И публике так понравилось именно это шоу, поскольку они чувствуют, что они поют все эти песни вместе с нами, что они сами являются участниками шоу. А какое из выступлений вам запомнилось больше всего? Ну, каждый наш концерт – это что-то незабываемое. Но нам всегда нравится выступать в России. Публика у нас просто замечательная. Нам нигде больше не дарят столько цветов. Это потрясающе. Помню, когда мы в последний раз выступали у вас в стране, нам подарили столько цветов, что в какой-то момент нас окружали настоящие горы из букетов. А какие у вас красивые женщины. Должен признаться, я просто обожаю выступать в России. Самое классное в выступлениях «Ильдива» для меня – это то, что наши песни всегда вызывают у публики одинаковый отклик, вне зависимости от того, где мы выступаем. Так что мне довольно тяжело сказать, что какая-то страна является моей самой любимой. Да, мне нравится выступать в Испании, например. Но я ведь и сам испанец, так что это довольно очевидно. Но публика тепло встречает нас по всему миру, и за это я люблю наших фанатов, за их потрясающую поддержку. Ну а Россия и ваши красивые женщины. Понимаете, я единственный холостяк в группе. Так что хотелось бы пригласить всех красивых девушек посетить наш концерт. И кто знает, может быть, я закончу тур по России уже женатым человеком. Все возможно. Ну и напоследок пару слов для тех, кто придет на ваш концерт в Екатеринбурге. Мы с нетерпением ждем нашего выступления. У вас, как я уже говорил, мы привезем незабываемое шоу. Так что ожидайте много романтики и красивых песен, под которые так и хочется влюбляться. Ну и я скромно надеюсь, что вы влюбитесь не только в музыку, но и в меня, маленького Карлитос. Сегодня на радиусе с нами был популярный певец, испанский баритон Карлос Марин. Карлос, огромное вам спасибо за интервью. Ждем вас с концертом в Екатеринбурге. До свидания.